Паровозный музей На открытом воздухе Начнем с открытого воздуха Пока тепло И нет его Вот тут экспозиция на открытом воздухе Пойдем и паровозики смотреть И вагончики Видим здесь бывшее какое-то депо Вагон Двухоска Теплушка А тут перрон И экспозиция тепловозов и дрезин Вообще подвижный состав Мы уже смогли это заметить Когда ездили в Юрмалу В общем то он советского периода остался То что мы видим По крайней мере нам очень сильно знакомый И например первый Теп 60 Но здесь по английски и по латышски По русски Машина лифтовки пути Дрезина Двухосный вагон Возможно даже и Даляционный 100% Дальше всякие другие Кран И вагоны пассажирские Тоже знакомые Хорошо с детства Кран для заправки паровозов Водой И семафор Старинный семафор Да Вагон с надписью Дойче Вермахт Возможно Паровой кран Железнодорожный С 40-го года Платформа При Балтийской железной дороге Ну и мотовоз Тепловоз Или электровоз Редкостный Даже не видел Такой комсомольско-молодежный Интересно что за машинка Такая в американском Капотном стиле Такая Интересно Интересно Никогда раньше Такой не видел Ну и пойдем на паровозы Тепловозы Так Пойдем-ка мы сейчас посмотрим Электрички Там даже войти можно Пока что Вот было бы интересно Испытать Ностальгию По старым электричкам И запах даже какой-то такой R2 Насколько я помню Электрички эпохи Космических путешествий Некая романтика была Смотрите на нее Она как Обтекаемость Стремительная Как будто бы летать должна Но она и летала Электричка В общем-то так Опять от меня Слетала Последняя Электричка Красивая форма Не знаю Очень нравится И Матриска Вот резинка Такая На базе грузовичка Вот Если я не ошибаюсь Она даже и узкоколейная Как-то она отдельно так стоит Очень скромненько Я уверен что она на узкой колее Да Узкоколейная электричка Ой Виноват Какая электричка Матриска Тепловозик Вахтовочка О Электричка старая еще Старая электричка Обалдеть Деревянные сиденья Слушайте Вот это Ради этого стоило сюда приехать Запах старого вагона Вот Защелочки на окнах Помните Которые никогда не открывались А здесь работают Удивительно Стоп-краны Полочки Электрички нашего детства Да Понятно что очень неудобные За счет того что сиденья деревянные Но с ними связано очень много Вспоминаний О поездках на дачу В гости Спасибо что вы сохранили такую электричку Грохочущий камбур Здесь пол Успели перестелить Видимо новым линолеумом Это главный вагон Электричка Ян эксплуатилась где-то здесь В Прибалтике Таких сиденьях я не помню У нас в электричках И видимо она Где-то годов Наверное семидесятых Шильдик кстати Почему-то не удается найти Не удается А да Вот она ходила Рига Круст-слипс Резакне Ну и еще куда-то На границе Тогда не было границы Понятное дело То есть она где-то вот здесь Вот Ходила здесь Первый головной вагон А вот год выпуска не пока не вижу Это В головном вагоне Река Поезда И Вот это Именно поезд Что он состоит Как бы Из локомотива И вагонов Все вместе взятое Это Кабина машиниста Система электрохозяйства Сейчас поедем Разъемы еще старые Клемы на болтах Это Действительно Находка Я не знал что здесь Были санузлы В электричках Похоже они были только для экипажей Понятно Но тем не менее Все таки И все таки приятно Старого образца Крайники Еще старого образца Нажимаем Да Забавно Двери Тут Деревянная была дверь Здесь Но замки тоже знакомые Историческое путешествие Закроет сейчас нам кабину Мы хотя бы в нее заглянуть хотим Опа Вот она рабочее место машиниста Вот это замечательно Это мечта побывать В кабине машиниста Электровоза R2 Который к сожалению Уже никуда больше не едет Эскизный проект Разработан Общественным бюро инженеров Прибалтийской железной дороги Специфически для Прибалтийского узла Почему Потому что Он оснащен аккумуляторами И И узел Практически В многих местах Электрифицированный Но есть отдельные Подъездные пути Конечно Были и по сей день Имеются Которые не электрифицированные Чтобы Можно было на них И заехать С этим Электровозом Он был оснащен Аккумуляторными батареями И тем самым Он уникальный Как бы гибрид получается По сегодняшним технологиям Если мы так сравниваем Да Причем Ну Довольно старого Уже поколения 567 года Да Работал он До 1993 года Знакомый Тепловозик И паровоз Вот паровозу Сейчас мы Посвятим большее время Посмотрим Что за паровоз Что такое он тут возит Кроме пара И вообще Вход в него открыт Что кстати Удивительно И можно Я посмотрю Правда вот Основного Дышло нету Но ничего страшного В принципе Паровоз Наверное это лебедянский Скорее всего Судя по Топке И если я не сильно ошибаюсь Это Это л Л какой-то Наверное Красавец А Пышет Жаром Пышет Паром Паровоз Паровоз Так Читаем Коломенский завод Ну 1948 год Л какой-то Скорее всего Скорее всего Скорее всего Скорее всего Сейчас посмотрим Точно Лебедянский 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 Один из основных Паровозов Что интересно Что я знаю Паровозы Ходовая часть А котел Над ней Поэтому площадь его Удалось расширить За счет этого Возросла мощность Которую он генерил И И И И Так Идем смотреть внутрь Вау